Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Экономическая ситуация такова, что страна наша должна изыскать какие-то внутренние ресурсы для развития. За границ нам не поможет, она нам активно мешает, но Россия такая большая страна, что мне кажется, мы должны и сами успешно развиваться. Кстати, наши заклятые друзья-американцы, тому яркий пример. Страна вполне самодостаточная, и всё у них в принципе так нормально, хотя проблемы, конечно, тоже есть. И я считаю, в этом плане нам тоже с них надо брать пример, не охоть, что вот, дескать, всё, санкции, нам все связи обрубили. У нас огромная страна, у нас много талантов. Главное им дать помочь, развиться. В том числе и в плане бизнеса, ведь сейчас много говорят, что бизнесу сейчас особенно надо помогать развиваться действующим бизнесом, новым бизнесом, потому что бизнес кормит экономику, соответственно, кормит страну. И на это и направлен в том числе такой проект, как студенческий старт-ап, когда студентов, я так понимаю, насколько я понимаю, потому что дальше всё уже нам расскажут, приглашают участвовать в каких-то бизнес-проектах. Что такое вообще студенческий старт-ап и вообще какая помощь оказывается бизнесу просто к каким-то новым проектам. Об этом мы сегодня поговорим с гостями из студии, хочу представить. Это Марина Цуркан, доцент кафедры госуправления нашего Тверского университета и куратор студентов грантовиков. Марина, добрый день. Здравствуйте. Это Олег Росляков, региональный представитель фонда «Сколко». Олег, добрый день. Добрый день. Это наш добрый знакомый Михаил Окарков, давно не было, раньше частенько бывал. Он у нас руководитель теперь сообщества инновационных предпринимателей Тверской области. Михаил, добрый день. Добрый. И как раз вот студент Матвей Конышев. Матвей, добрый день. Приветствую вас. А вы можете звонить нам по телефону 3190, если вам что-то непонятно, что такое студенческий старт-ап вообще. Если вы как раз, может быть, студент или, может быть, у вас сын или дочь студенткой, вы хотели, может, как-то, чтобы они приняли участие вообще. А кроме того, как я уже сказал, представитель фонда «Сколково», если вам интересно вообще, чем этот фонд сейчас живет, что нового делать, то мы все слышим-слышим, и всем, конечно, интересно, а где. Поэтому звоните, пожалуйста, получите все ответы непосредственно из первых уст 3190. Ну что ж, уважаемые гости, скажите вообще, кому принадлежит идея вот этого конкурса «Студенческий стартап»? Ну, наверное, я попробовал ответить. Идея пришла в голову государству прежде всего в лице фонда содействия инновациям. Это один из двух, наверное, основных институтов развития и поддержки инноваций на федеральном уровне наряду с фондом «Сколково». Там есть гигантское количество программ, направленных на самых разных инноваторов, начиная от студентов и заканчивая предприятиями, которые уже освоили выпуск инновационной продукции, нуждаются в масштабировании. Надеюсь, мы сегодня об этом еще поговорим. И именно в 2022 году стартовала инициатива «Студенческий стартап». Это новая программа фонда содействия инновациям, ориентированная прежде всего на студентов, как на креативный класс в лучшем смысле этого слова, как на творческую, техническую интеллигенцию, способную сгенерировать новую идею, которая имеет перспективы коммерциализации, ну и, соответственно, необходимо им помочь знаниями и финансово. Матвей, ну скажи, ну ты как студент, ты знаешь настроение, соответственно, ровесников. Нужен такой проект, такой конкурс? Вот действительно, твой ровесник зашевелился, гуделый, о, классный, или нафиг, я мечтаю в «Газпром» попасть или на госслужбу, и мне эти ваши бизнес-проекты нафиг не нужны. Да нет, почему? Студенты должны пробовать что-то новое, участвовать в чем-то. Это понятно. Михаил сказал, мне интересно твой мнение как студента. Вы хотите пробовать? Много ли таких, как ты? Ну, сказать, что много таких, как я, я не могу сказать, потому что я не со всеми общаюсь, людей много все-таки. Ну, какой-то процент все-таки есть, и активных людей, и тех, кто хочет заниматься и своим делом, что-то развивать, что-то придумывать новое. Я думаю, что это классная возможность, чтобы поучаствовать и... Но, тут есть один важный момент. Предприниматели — это не массовые товары, это товар штучный. А инновационные предприниматели — это уникумы, которых нужно поддержать, для того, чтобы они смогли запустить свой инновационный бизнес. Вот этим у нас Марина в Тверском государственном университете занимается. Не только я, у нас целая команда. И не только ты. Расскажи, пожалуйста, про, собственно, суть программы, что получится. Хорошо. Ну, Матвей тут постеснялся, но вообще капитан команды, сколько у вас человек? У нас всего шестеро. Шесть команды? У нас целая команда, правда, а сам Кузьмин круг, страшно, далеки от народа. Ну, они параллельно обучаются, вот их сейчас три команды, на сколько, ну, получается, соответственно... У нас всего трое, три команды всего, по шесть человек, по шесть парамет. А что команды, вы что, соревнуетесь? А я сейчас расскажу, вообще, как Тверской госуниверситет стал заниматься этим. Если Фонд содействия инноваций сейчас реализует такую меру государственной поддержки, именно так мы можем рассматривать вот этот конкурс «Студенческий стартап», потому что в результате заявки студенческая команда получает один миллион рублей для доведения своего проекта до реально работающего прототипа. То есть, если они предлагают какой-то технологии, она должна появиться, хотя бы частично, да, минимальный жизнеспособный продукт, чтобы функционал работал. Если сервис, то мы его должны запустить. Приложение также должно появиться. То университет-то не в этом году начал заниматься стартапами, как вообще пришла идея. В 2019 году большая команда Тверского госуниверситета участвовала в проекте «Остров», который реализовывался как раз в Сколтехе. Это одна из структур Сколково. По сути, это такой был курс молодого бойца для будущих преподавателей, ректоров, где искусственный интеллект вообще определял, кто я, к чему мне надо, какие компетенции подтянуть. И вот там мы впервые услышали, что, оказывается, Дальневосточный университет еще с 2017, по-моему, года, года перешел создать свою локальную нормативную базу и перешел на такой подход «Стартап как диплом». То есть часть выпускных коллекционных работ – это не дипломы, как мы привыкли, которые студенты защищают, а это стартапы, которые прежде всего готовятся командами по запросу индустрии, то есть по запросу бизнеса в университете формируется банк задач, проблем, и студенты думают, как с применением современных технологий эти задачи для бизнеса можно было и решить. Здесь, кстати, основная идея участия университетов в этих студенческих стартапах – быть элементом вот этого трио, вот этой экосистемы – университет, государство и предприниматели. И вот когда мы об этом узнали, один из организаторов вот этого обучения «Сколка» был еще и университет 2035. Университет 2035 – это как университет над университетами в контексте новых образовательных технологий. То есть сейчас у них запущена программа «Проектно-образовательный интенсив от идей до прототипа». И мы подписали соглашение с университетом 2035, и в этом году уже реализовали осеннюю волну интенсива, и сейчас у нас идет весенняя волна. Ведь студентам не просто сказать «ребята, давайте стартапы», они должны понять, а как этот стартап должен появиться, как эта идея прийти к прототипу. Они должны понимать, как коммерциализировать свой проект, как изучить рынок, как понять, что мы реально проблему решаем, которая нужна, которая в дальнейшем решении… То есть чтобы стартап был нужным? Что он был, это прежде всего. Чтобы ваш конкурс не превратился в «Шнобелевскую премию», когда там, помните, они там все занимаются, не прикладывают. Да, подписав это соглашение, мы обучили наставников, то есть в университете появилась новая единица. Это не тьютер, не кураторы групп, это не преподаватель, это наставники, именно команд, работающие над стартапами, которые могут оценить групповую динамику, замотивировать. Он не преподает. А университет 2035 нам предоставляет как раз методологию и совершенно новый подход. Студенты участвуют в миссиях. Они как минимум три раза в течение этих полгода интенсивы встречаются с представителями индустрии. Сейчас у нас одна из инициатив государства, это национальная технологическая инициатива. Это те рынки, которые приоритетны для государства с позиции развития внутри этих рынков новых технологий. И студенты, работая над стартапом, не закрыты, не замкнуты внутри университета. У них очень расширяется кругозор, потому что постоянный контроль и совершенствование проектов идет как раз в рамках взаимодействия вот этих компаний, которые резиденты рынков национальной технологической инициативы. То есть студенты работают с экспертами. А мы, наставники, только вот как раз смотрим, чтобы команда продолжала работать, оценили эту динамику, обсуждали проблемы, что-то подсказывали. Но мы не преподаватели. И вот у нас сейчас около десяти преподавателей университета, которые подтвердили свою сертификацию как наставники. Опять же, всколково, как хорошо, что у нас сегодня все представители на месте. И вот Матвей как раз это участник одной из команд-капитан, который вот сейчас в весеннем интенсиве. Мы немножко пошли шире, мы не рассматриваем проекты только, которые могут коммерциализироваться. А, например, это капитаны команды, которые обучаются на государственном муниципальном управлении. И они придумывают те проекты, которых больше заинтересовано государство, например, с точки зрения взаимодействия общества и структур государственных муниципальных. Смотри, я должен взаимодействовать с своими коллегами. Не покажется, сейчас мы выпустим рекламу, три минуты, потом продолжим про студенческий стартап, а еще про Сколково наконец-то поговорим. Не переключайтесь. Прямо эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о таком интересном конкурсе, как студенческий стартап, который, конечно, нацелен на то, чтобы развивать какой-то новый бизнес, но не продажи кроссовок купленных в Турции, а что-то действительно, что сможет развить нашу отечественную экономику, привести что-то новое, без чего нам, как мы сейчас знаем, никак, потому что там все технологии новые обрубают, добрый западок. Поэтому надежда только на самих себя, только сами себя мы вытащим из этого болота. Звоните на телефон 300-190. Ну что ж, давайте все-таки расскажем о студенческий стартап. Ну, интересно, куда подать заявку, сколько денег на развитие, самое главное, по каким действительно направлениям люди услышат, ну что, что, что. Давайте я коротко расскажу. Итак, еще раз. Программа «Студенческий стартап» реализуется фондом содействия и инновациям, направлено на студентов как очной, так и заочной формы обучения и специалитет магистратуры. Речь идет исключительно о вузах. Но и аспирантура тоже, соответственно, у нас в целевую аудиторию. Просто студентами называют и те, кто учатся в колледжах, поэтому для понимания. Колледжи пока не участвуют сами по себе, но они могут создавать, собственно говоря, команды со студентами вуза и таким образом принимать участие в этой великолепной программе. Так вот, победителем данной программы, студентам, будут предоставлены гранты на реализацию своего проекта в размере 1 миллиона рублей. Запланировано, что в этом году таких грантов по России будет предоставлено 1000 единиц, в следующем году 2000 единиц, и в 2024 году программа продолжится. Важно понимать, что речь идет, как Роман правильно отметил, не совсем о классическом бизнесе, ни о парикмахерской, ни о ретешаурмой, да, например, хотя... Да, это хороший бизнес, да? Это хороший бизнес, но это не цель данной конкретной программы. Эта программа нацелена на создание технологичных бизнесов, основанных на научно-техническом заделе, на научно-технической идее непременно. Именно поэтому речь идет о студентах ВУЗов. А верно, я понимаю сразу, что в первую очередь это тогда касается студентов, ну не филологов, а физмат, там, к примеру, химики и так далее, программисты, конечно же, и так далее. Ну а что могут филологи предложить или историки? Здесь важный момент. Во-первых, отметим, что все-таки целевых направлений конкурса 7 всего. 6, они относительно классически попадают в стандартное направление, приоритетное направление развития и инноваций. Это медицина, это биотехнологии, это, естественно, информационная технология, это химия и новые материалы, и это промышленность и оборудование для него, и энергоэффективные технологии. А появилось новое направление, которое раньше никогда не появлялось в государственных программах поддержки, особенно в уши инноваций. Это креативные технологии. Очень интересная тема. Живой пример. Да, давайте пример. Живой пример. Человек, девушка придумала, чем, каким лаком, состав лака, которым красить ногти для того, чтобы появлялся какой-то потрясающий эффект. Я не знаю, какой конкретно может появиться. Хамелеон. Хамелеон или светятся они в темноте. Раньше такой... Это инновация? Инновация. Это же химия, новые материалы. Химия, химия, значит. Но раньше он бы не получил такую поддержку со стороны государства, потому что на какой завод мы будем это продавать. А сейчас это и есть. На оборонный раз танк имеет раскраску, понимаете? Двойные технологии и оборонные в тематику не попадают. У них свои линии поддержки есть. Так вот, практически раньше этот проект не получил бы меры поддержки. Но сейчас именно благодаря тому, что это некие креативные технологии, и, кстати говоря, туда же попадают цифровые проекты с современным искусством, NFT, вот это вот все, это все туда великолепным образом попадает тоже. То есть студентам дают некую свободу полета мыслей, фантазии для того, чтобы не запирать их вот в эти шесть классических направлений поддержки. А отвечая на ваш вопрос, Роман, насчет того, что филолог или историк гуманитарий, до свидания, ну, на секундочку, у нас, напротив, тоже не технарь. У нас студент государственного муниципального управления. И я вам хочу сказать, что, во-первых, инновационный проект может появиться в голове у любого участника, но любой проект один человек реализовать не может. Ему нужна команда. Вот почему говорили, что команда, команда, команда. Ему нужен менеджер, ему нужен маркетолог. Если из маркетолога будем делать из инженера, ну, честно сказать, я не уверен, что это будет хороший маркетолог. Хотя не исключаю, естественно. То есть каждому человеку найдется место. И важно, что гранты разыгрываются на федеральном уровне. То есть ребята конкурируют не только между ребятами из своего региона, со всей России. И, несомненно, ребятам нужна подготовка для того, чтобы подать хорошую заявку с хорошим проектом, который имеет перспективу коммерциализации. Это все правильно написано, потому что, ну, бюрократию никто не отменял. Хотя заявки подаются через сайт фонда содействия инновациям. То есть дистанционно. И они очень упростились второй волне. Упростились, потому что сложно, потому что ребятки ошибаются. И для того, чтобы подготовить наших тверских студентов, наши коллеги из Тверского государственного университета оперативно сориентировали свой интенсив великолепный на подготовку вот таких ребят. Ну, собственно, наверное, уже пришло время рассказать, как пример о твоем проекте, что... Да, Матвей, скажи, пожалуйста. Ну, скажу сначала по правочке, что этот проект не мой, а это проект все-таки команды, потому что все-таки мы работаем в ваш проект. Все вместе. Это наш проект, наша команда, наша идея. Мы над ним работаем. В чем же суть этого проекта? Суть и призвание этого проекта заключается в том, чтобы упростить взаимодействие граждан, людей, просто обычных живущих на территории Российской Федерации с государством. Объясню даже просто на примере. Вот человек, не знаю, идет по улице, видит яму или там мусорный бак, стоящий неправильно, из которого давно не убирали мусор, он может просто это сфотографировать, отправить приложение, прикрепив адрес и короткое описание. Наше приложение сможет сгенерировать обращение, опираясь на адрес, к какому муниципалитету эта улица относится, и направить это обращение, соответственно, в нужный орган, чтобы они уже с этой проблемой разбирались. Я правильно понимаю, что в отличие от существующего аналога во многих городах, ну, естественно, в столице, есть подобного рода приложение, но там все заявки падают куда-то к какому-то диспетчеру, который дальше распределяет, и заявка может потеряться, а ваше приложение, соответственно, может определить по геоточке, где конкретно находится там вот объект, который... Кому принадлежит там же мусорка и чекаму зарубка. Да, по поводу чего мы обращаемся, да, и понять, что это яма, а это мусорный контейнер, и по поводу мусорного контейнера, стоящего в этом районе, нужно обращаться туда, а по поводу ямы туда. Здесь тот смысл в том, что использование таких алгоритмов и нейросетей, которые автоматизируют этот процесс, и человек не пишет-то обращение, да, оно автоматически будет отправлено в ту структуру, которой решение проблемы является, ну, почти полномочия решения проблемы подпадает. Поэтому такое принципиальное отличие. Класс, потому что это объективные навыки. Слушай, а у меня вопрос тогда, если система... Как там в Москве гражданин у нас называется? Активный гражданин. Активный гражданин, да, активный гражданин, это система, насколько я понимаю, создана по заказу Департамента информационной политики Москвы, и работает по алгоритмам, которые были туда заложены самим департаментом, и в интересах департамента. То есть государство решило, ну там, муниципалитет решил автоматизировать решение своих задач, свои бизнес-процессы, просто процессы, хотя у них тоже бизнес-процессы. Так вот, насколько я понимаю, ваша идея в том, что вы создаете не вот управленческую надстройку для муниципалитета, а вы создаете такую вот отдельную сущность, сервис, который автоматизирует процесс подачи гражданинам информации в надлежащей форме, да, в госорганы. То есть вы автоматизируете не вот часть на стороне госорганов, да, а часть на стороне гражданина. То есть мы помогаем сгенерить большее количество сигналов в нашем муниципалитете, оно что где-то что-то не так, обратите, пожалуйста, внимание. Вопрос, наверное, ну то есть понятно ли вот четкое вот это вот разделение, и не возникает ли сразу тогда следующая мысль, что мне кажется, да, сейчас, не возникало ли у вас, что автоматизировать по идее надо оба, потому что вот именно на стыке будут все проблемы. То есть мы завалим, в принципе, этими обращениями муниципалитет, но он и к сегодняшнему, я так понимаю, количеству жалоб не готов, ну, судя по тому, что мы все-таки видим, да, еще недостатки, мягко говоря. Здорово, им есть над чем подумать. То есть самые большие проблемы возникают вот именно на стыке. Не думали ли вы продолжить когда-то ваш сервис? Может быть, это будет там в бета-тесте, в альфа-тест, тестируемой версии, да, может быть, там на следующих шагах у вас есть какая-то мысль повзаимодействовать уже с государством, продвив вот туда всю эту историю? Ну, такая идея была. Мы думали, как-нибудь это все связать с сайтом госуслуг, потому что у них похожая схема действия, но у них там все сложно, там нужно писать большое описание, адрес, там много чего заполнять, у нас намного все это дело как бы проще, ну, в идейном прототипе. Вот, а так, да, ну, вообще инициатива должна исходить с двух сторон, и от народа населения, и от государства. То есть если с какой-то стороны не будет состыковки, конечно, это работает ничего не будет. Здесь, видишь, инициатива-то нет ни оттуда, ни оттуда, тут вот ты, как предприниматель, встав вот между вот этими двумя сторонами, у которых, очевидно, есть проблемы и есть друг к другу претензии, потому что там есть отношения. И ты встаешь между этими отношениями, говоришь, я могу быть вам, помочь вам в каких-то процессах, могу донести какую-то информацию до вас. Вот люди просто перестали уже, кто-то выучен на беспомощность. Он ходит мимо этой свалки, да, каждый раз на нее смотрят, на него глаз замыливается, он говорит, ну, свалка и свалка, я тут родился, я тут живу. Ну, вот человек проходит, говорит, блин, свалка, ну, кому бы сообщить. То есть, ну, в принципе, все, я для себя ответы слышал, а рассказать о чем надо. На самом деле, я вот позволю себе тоже пару слов. Вот Роман сказал, а что тогда мы гуманитариев отсекаем, да? Это вот пример не очень коммерциализируемого вроде проекта, но он уже учит ребят мыслить по-другому, да? А я считаю, что по любому направлению обучения можно придумать стартап, потому что мы, знаешь, слышим IT, а что нельзя придумать проект в сфере, там, литературы, как-то привлекая те же, создавая сервисы какие-то IT, те же приложения, генераторы. Ну, то есть, мне кажется, сейчас уже нет того направления, где нельзя как-то его не соотнести с цифровизацией. Вот цифра — это инструмент для любого направления. На самом деле, я как раз хотел чуть позже рассказать про эту тему, но раз уж мы сейчас опять подняли этот вопрос, что касается непосредственно филологов. Мне за филологов обидно, потому что у меня мама филолог, да, и сейчас все филологи сидят, говорят, а мы мимо, в общем, да, с этого стартап-движения. А мы за праздники жизни. Так вот, Миша в курсе, у нас есть с ним несколько проектов, которые стоят на паузе по тем или иным причинам. Ну, там, есть запущенные проекты, есть проекты в корпорации, есть проекты вот такие социальные, там, Сколково, фонд. И есть проекты, прямо вот настоящие стартапы, которые стоят на паузе, потому что нет ресурса в виде команды, там еще каких-то причин. Вот, один из них, это как раз наша система, которая позволяет анализировать речь. Вот, и там я уже, в принципе, с двумя филологами общался, ну, такого уровня, там, ученые-филологи. Вот, это большой проект, в котором там и нейрофизиология, и, в принципе, физиология, и химия мозга. И там очень большую долю этого проекта должны сыграть филологи, потому что у филологов, на самом деле, такая классная штука, большая, называется корпус русской речи, корпус русской литературы. То есть это оцифрованы все литературные произведения, оцифрованы, переведены в цифру, размечены определенным образом. И когда мне, например, нужно в рамках вот этого нашего стартапа проанализировать речку человека на предмет каких-то отличительных особенностей, сигнатур чего-то, да, я могу сказать, что вот этот человек, он за минуту произносит слово «вот» полтора раза чаще, чем это, в принципе, в среднем по норме в русской литературе. Или же таким же образом анализируя огромные источники, огромное количество данных по русской речи разговорной, опять же, мы берем какую-то разговорную речь, ну, то есть, средство улучшения речи? Некую классическую. Ну, это уже, ну, сейчас про логику стартапа, там долго надо говорить, это одно из применений, да. Ну, это депутат, который говорит, как правило, не умеет, да? Да, это одно из применений. Не только они не умеют. У меня есть знакомый человек, он, ну, как-то на каком-то выступлении нашем официальном, да, я засек количество слов, ну, как я их там определил паразитами для себя, например, да, поставил галочки. Оказалось, что он не слышит этих слов, он их часто употребляет, не слышит. Я обратился к нейрофизиологу, он говорит, есть такая штука, мозг исключает. Я прерву, у нас телефонный звонок. Да, конечно. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я за инновации, это развитие нашей страны, но вот здесь у меня первый вопрос. Не получится это, как в фильме «Дух лес 2» с Роснано, куда, ну, деньги туда-сюда бегали, да, и второй вопрос. Все вот эти приложения, конечно, это здорово, но как мы видим, да, что вот система андроида, система iOS позволяет спокойно блокировать все эти приложения, куда их выкладывать. Ну, вот как это было со Сбербанком, с ВТБ и с другими банками. То есть, как быть тут? Вроде приложение создали, оно прекрасное, замечательное, но в определенный момент регулятор в виде Америки просто принимает решение, надо заблокировать. Спасибо. Хороший вопрос. Как зовут? Не представился человек. Не представился человек. Ну, тем не менее, давайте я попробую ответить на этот вопрос. Первое, чтобы не получилось какой-то некрасивой ситуации. Да, во-первых, оператором этой программы является фонд содействия инновациям, который с 1992, если мне память не изменяет, года предоставляет гранты инноватам. Технология экспертизы, технология отчетности выстроена таким образом, что, соответственно, поддержку получают перспективные проекты. Да, инновации, штука не гарантированная, необязательно этот проект может взлететь. Но экспертиза поставлена очень и очень четко. Именно для того, чтобы соответствовать критериям, очень важны вот такие интенсивы, как у Марины. Айти – это одно из многочисленных направлений. Есть еще и остальные, которые я перечислял. Но, отвечая на вопрос уважаемого слушателя, могу сказать, что курочка клюет по зернышку. Сначала мы создаем приложение для операционной системы Android, которое можно скачивать напрямую с сайта. То есть веб-версию сделать, независимо от… Да, сделать интернет-сайт, где можно скачать приложение в соответствующем формате, разместить на серверах, например, группы компаний, ключевые системы компаний, где все точно совершенно останется. Это наша компания. Главное, чтобы был интернет. Да, соответственно, главное, чтобы… Суверенный Рунет, я думаю, что будет совершенно точно, как, ну, по меньшей мере, он будет. То есть сначала мы будем делать приложения, которые будут просто размещаться на сайтах этих стартапов. Потом мы будем делать свои магазины приложений, откуда их можно будет скачивать. А следующим этапом мы будем делать свои операционные системы. И если по чечаянии мы по этой дороге придем к собственному телефону, ну, значит, вот эта программа инновационной поддержки, она была не напрасна. У нас в гостях региональный представитель фонда Сколкова. У всех на устах, у всех на ушах это название, но не все до конца все-таки понимают. А каков все-таки выхлоп, и давайте все-таки действительно узнаем, что там такого делается, что полезно для нашей российской любимой федерации. Олег, расскажите, в первую очередь, вообще, вот вы региональный представитель фонда Сколкова. Это в каждом субъекте есть? И вообще, что надо сделать? Это вам даровали, или вы сами с инициативой выступили, такое должное занятие? Сегодня фонд Сколкова имеет представительство в той или иной форме, по-моему, в районе 40 регионов России, половина, скажем. Половина. Да, есть две формы. Это региональный представитель и региональный оператор. Отличие, в принципе, очень простое. Региональный представитель – это просто человек, вот я здесь сижу, да, а региональный оператор – это человек, у которого вдруг оказалась какая-то материальная база в виде производственно-офисной площадки, на которой можно разместить инфраструктуру, ну, какую-то инфраструктуру, элементы экосистемы, фонда Сколкова и всех его дочерних, сестринских подразделений, организаций. То есть это уже, как правило, в формате технопарка происходит. Я региональный представитель, ну, соответственно, с конца прошлого года, и в дальнейшем у нас есть в планах превратиться вот в этого регионального оператора. То есть как только у нас появится площадка, на которой мы сможем размещать компании, которые подходят под логику Сколковой, которых мы определяем как партнёров, с которыми мы дальше будем идти, двигать их по линии Сколковой, двигаться с ними вместе куда-то, ну, вот появится такой технопарк. Вот в физическом плане технопарк? Да. Тогда и не представители, а операторы. Ну, то есть, в принципе, эта идея родилась, то есть я по образованию юрист, но быстро понял, что мне интереснее предпринимать что-то, ну, вот на месте не сиделось, и поэтому я начал предпринимать, ну, вот сама юриспруденция почему-то на тот момент мне показалась делом скучноватым, поэтому я ушёл заниматься, пробовать себя в разных отраслях. И, ну, то есть, просто такой первый бизнес-опыт показал, что вот первая проблема у любого бизнесмена, это на самом деле инфраструктура, ну, если это не студенческий стартап, у которого есть возможность где-то сесть, и чуть-чуть там по времени назад, да, эта проблема была в том, что нету каких-то производственных помещений, нету какого-то офиса, нету нетворкинга, и у начинающего предпринимателя, соответственно, всё это, как правило, нет денег, ну, их, по крайней мере, жёстко не хватает. Я как-то сразу быстро перешёл от простого бизнеса, торговля там сахаром и сухим молоком, к каким-то инновационным уже инновационным элементам, что-то стал придумывать, там одна из компаний такая серьёзная есть, из этого всего выросла она на технологических инновациях. И когда я по области ездил, я знакомился с ребятами, у которых классные какие-то технические стартапы, ну, прям вот такие вещи есть, которые вышли на федеральный уровень впоследствии, они все сидели в каких-то страшных гаражах, интернет на тот момент, он, конечно, уже был, но вот такого вот нетворкинга ещё не сложилось, и поэтому я как, мне так интересно было, я приезжал и рассказывал вот ребятам на одном заводе, рассказывал про других ребят, у которых я видел такое-то оборудование, и вот они раз стыкуются, и потом что-то происходит. И у меня тогда была идея, думаю, блин, как классно было бы, если бы появилась, ну, одна из баз, например, где-нибудь на окраине Твери промышленной, да, там появляется пространство производственное, которое можно делить быстро, там, 50 метров, 100, 500, ну, в зависимости от потребностей, тут же офисы, в которых вот ребята, и отбирать туда, проводить селекцию, то есть пускать туда тех, кто действительно, там будут льготные условия, и должны там появиться ребята к синергию от действий друг друга, которые как раз проявятся в том, что появится новизна, появится инновационность, появится там, ну, собственно говоря, тот эффект, который мы ожидаем. Ну, то есть, вот, одни активные ребята, у них IT-проект на стыке с социалкой, на стыке, понятно, у них должен быть, наверное, скорее технопарк про IT, но у нас, к сожалению, такого пока нету, поэтому, если мы будем делать, скорее всего, будет объединено и оффлайн-бизнес, и IT-бизнес, ну, тем более, сейчас они, в принципе, перемешаны, иногда до степени уже неотделимости. Ну, вот, в общем, идея, так, потребность моя и мечта моя, она, собственно говоря, сегодня уже реализовалась в том, что я вижу, что да, вот у Сколково есть такой подход. Причём бренд Сколково, он не означает, что вот всё, вот Сколково, все с хором, с троем ходят, как положено в Сколково, то есть это под эгидой Сколково экосистема, которая позволяет людям, чьи идеи и чья деятельность интересны, и подходит под вот эти диалоги, да, помочь им, собственно говоря, пройти туда дальше, ну, и помочь региону, наконец-то, получить не шесть представителей, из которых у нас там три, по-моему, не совсем региональные, не совсем живые, да, а выйти на такой общероссийский уровень, то есть это хотя бы 15-20 компаний, которые создали что-то новое. Роман, у нас появленность таких площадок, прошу прощения, Михаил, она действительно есть. Вы знаете, у нас такие ребята есть в Твери, вот как раз в моём бизнесе недавно проходила пич-сессия, ну, то есть где ребята, у нас есть, представляются свои проекты, есть проекты, когда молодой человек разрабатывает двигатель, который может использоваться в космическом отрасли. И он школьник. И он школьник. 14 лет. 14 лет, знаете ли? Вот такая вот работа там математики, высшей математики, причём, ну, такой уже, к высшей. И я была прожена, и у нас и с протестированием есть проекты, с переработкой вот во вторичное сырьё. Не когда мы просто переработали в сырьё, а когда понимаем, куда это будем дальше использовать. Ну, проекты очень интересные, и вот для них создание такой площадки, технопарк, очень актуально. Здорово. Я как раз сейчас попробую скомпилировать две мысли, которые возникли сначала после выступления Олега, потом после твоего Марина. Давайте всё-таки сформируем представление о том, что такое «Сколково», что оно даёт, да, и где выхлоп. Для всех это некая такая территория, где изобретают нано-рубитов, но их никто не видел до спорта. Это не только территория, как правильно сказал Олег, не надо путать, да, с Роснано. Это федеральный институт развития. Да, есть некая центральная площадка, но резиденты, участники проекта фонда «Сколково» могут находиться где угодно. Главное, чтобы у них был некий инновационный проект, либо на стадии идеи, либо уже на стадии производства. Что даёт «Сколково»? «Сколково» прежде всего даёт налоговые льготы. Весьма и весьма значимые. Всё это не просто престижная вывеска. Это, вот, бренд, наверное, да, престижная вывеска, это очень важно, наверное, вторым номером я бы её назвал. Для пуск партнёров, наверное. Поскольку это не самоцель, бренд, это знак качества, который позволяет инвестору, покупателю, контрагенту, партнёру понять, что он имеет дело не с неизвестными ребятами из неизвестного гаража, а с теми ребятами, которые прошли жесточайшую экспертизу со стороны фонда «Сколково». То есть, налоговые льготы очень важны для развития любого бизнеса, особенно инновационного. Бренд и целый гигантский комплекс сервисов, которые необходимы технологической компании на стадии развития. Это и лабораторные всяческие корпуса и оборудование. Это и доступ к базе инвесторов и бизнес-ангелов, которые могут дать деньги на дальнейшее развитие проекта. И вопросы, связанные с патентованием и трансфером технологий. И юридические, бухгалтерские консультации по особым вопросам, связанным с инновациями. То есть, это некий рай для инноватора, грубо говоря. Это некие... Но на него серьёзно смотрят, прежде всего. Естественно. Это идеальные условия, где инноватор может получить развитие. И вот здесь я плавно перехожу к мысли Марины. Марина сказала важную вещь, что у нас действительно есть отличные проекты. Это правда. Но если мы посмотрим на то, сколько у нас резидентов фонда Сколково, 6 из 3 205 активных резидентов по России. Ещё раз. 6... Это Тверская область. Да, в Тверской области. Из 3 205 по России. Ну, понятно, наверное, что немного. Мало. Ничтожим. По линии грантов фонда содействия инноваций, надеюсь, что останется время про них рассказать, мы получаем в районе 0,3% от сумм, которые разыгрываются фондом по всей территории России. А почему так? Вот, Рома, отличный вопрос. Проблема заключается в том, что... А, люди не знают о том, что есть такие меры поддержки. А почему по всей стране знают, а у нас такой символап регион? Секунду, дождись, пожалуйста. Я же этим закончил. Вторая проблема. Люди не знают, как подавать заявки, потому что на все меры поддержки эти заявки подаются через сайт дистанционно, экспертизы дистанционно проходят. А эксперт оценивает просто потому, что написано в бумажке. И если человек не знает, что нужно это обязательно написать, он ему дополнительный балл не поставит. Из-за этого люди, даже вот те, которые узнали, даже подали заявку, они наталкиваются на отказ именно вот по этим бюрократическим, по большому счету причинам. И из-за незнания, как правильно писать заявки, ему возникает третья причина – недоверие. И если наш друг, допустим, сейчас подаст заявку в фонд содействия инновациям и получит отказ, он потом своим друзьям скажет, все это фигня, не надо на это тратить время. Вот те причины, по которым у нас в Тверской области недостаточно. Как с этим бороться? Что не в Тамбовске? Как с этим бороться? Начинаем с этим бороться. Обошел ответ, почему, значит, я как. Начинаем с этим бороться. Это логично. А необходим в регионе человек или структура, которая бесплатна, безвозмездна, это не рыночная должна быть услуга, поможет местным ребятам, компаниям, инноваторам составить заявки таким образом, увидеть свой проект таким образом, даже у себя в голове, чтобы убедить экспертов в том, что их проект хороший. Может быть, не с первой, но со второй попытки, чтобы проект стал резидентом Сколково, либо получил грантовую поддержку от фонда содействия инновациям. И такими людьми, такими субъектами, которые будут помогать в регионе продвигать сервисы фондов, должны стать региональные представители. У нас в этом году совпали два события. Во-первых, Олег проявил инициативу, стал региональным представителем фонда Сколково. И во-вторых, упомянутый уже сегодня центр «Мой бизнес» стал региональным представителем фонда содействия инновациям. Я между этими структурами стараюсь помогать всем проектам одновременно. Мы создали телеграм-канал для наших инноваторов. Можно произнести его название? Он же не вражеский. Нет, нет. Он, наоборот, очень правильный. Это Тверской резидент. Мы намекаем на резидентство в Сколково. Компирация «Резидент». Тверской резидент. И нас можно найти по названию «Резидент-69». И там мы рассказываем ребятам о том, какие конкурсы есть. Студенческий стартап. Отлично. Вот информация, куда подавать заявки, как подавать заявки, что подавать. И вот, Марина, я думаю, что нужно сделать публикацию там про твой интенсив совершенно обязательно для того, чтобы нас не только слушатели и зрители узнали сегодняшние наши, но и читатели нашего телеграм-канала. И вот у нас есть еще немножечко времени. Шесть минут. Шесть минут. Я думаю, что я в меньшее должен ложиться для того, чтобы всем дать возможность высказаться. Мы сегодня говорим с вами исключительно про студенческие инновации, но инновации государством поддерживают, и они нужны на всех уровнях. И вообще, в принципе, вот начнем с того, что такое инновация в принципе. Все слышат? Но уставшись в последние лет 20. И мы поддерживаем инновации. А что такое инновации, мы не понимаем. Как фонд понимает это? Вот что он скажет? Вот это не инновации, не будем поддерживать. Есть классическое определение. Это результат научно-технической или практической деятельности, который защищен, либо может быть защищен с точки зрения закона на научную новизну. То есть, должен быть либо уже оформлен патент, либо он был патентопригоден, да, вот этот вот проект. И третье, и самое главное, эта история должна быть коммерциализируема. То есть, на этом можно было бы зарабатывать деньги. А почему? А потому, что благодаря этой научно-технической разработке есть либо возможность создать категорически новый продукт, либо появляются конкурентные преимущества. Мы можем производить то же самое, но дешевле, за те же деньги, но лучше, или с новыми потребительскими качествами. Вот это и есть инновация. Так вот, эти инновации, они не ценность сами по себе. Это средства для развития экономики. Ну, понятно, да. Мы вот представляем предприятие, которое делает компоненты для железнодорожного подвижного состава. Мы ищем эти инновации сами на открытом рынке, в вузах, в сколковых фондах, на конференциях и так далее, для того, чтобы их внедрить в производство. А то Семенц-то уходит. А мы остаемся. И Господь бы с ним. Так вот. Дай Бог. Сбился немного с мысли. А снова Семенц уходит. Так вот. Действительно, отвлекся на профессиональную мысль. И государство поддерживает инновации не как самоцель, а как средство развития экономики. Ну, ладно, логично, естественно. И эти инновации должны быть поддержаны на всех уровнях. Начиная с наших уважаемых студентов, о которых мы сегодня уже поговорили. Кстати, для них есть еще одна программа фонда содействия, которая называется «Умник». Да, там 500 тысяч рублей предоставляется на развитие своего проекта, на формирование бизнес-плана, скажем так, на основе научно-технической идеи. Дальше, когда идея сформулировалась, необходимо закончить научно-исследовательские работы и приступить к созданию прототипа, его сертификации, испытаний, там, кастдевов с потребителями. Вот этот вот этап, он тоже очень важен. Есть программа «Старт». Там сумма уже 4 миллиона рублей гранта. И это безвозвратные, безвозмездные деньги. Дальше есть, там, целая система дальнейших грантов «Старт-2», «Старт-3», где даются еще большие деньги. А для тех компаний, которые уже крепкие, мощные, но развивают собственный инновационный проект и нуждаются в масштабировании производства, там сумма грантов могут по линии фонда «Старт-2» достигать 30 миллионов рублей. Да, необходимо софинансирование со стороны проекта для того, чтобы показать, что они просто взяли деньги и на них что-то хорошее сделали. Неважно, нужно оно нам или не нужно. Они сами вложили деньги, подтвердили, что им это важно для развития своего проекта. То есть, получается, что есть целая воронка мер поддержки, начиная с массовых грантов типа «Умника», типа студенческого стартапа, и заканчивая уже фактически тоже массовой, но все-таки уже адресной программой поддержки для активных инновационных компаний. В этом разнообразии очень сложно разобраться. Для этого нужны региональные представители. Соответственно, есть на сайте группы компаний КСК раздел под названием «Инновации», там можно обратиться к коллегу дистанционно. Есть сайт «Центр мой бизнес», где есть информация про то, как с инноваторами там работают. Ну и есть наш телеграм-канал «Резидент 69», где можно получить информацию. Я обещал оставить время, полторы минуты. Да. Ну, давайте тогда подведем итог. Как раз полторы минуты. То есть, ну, хорошо. Вот тоже много сейчас говорили, должно государство. А как наша региональная восьмин, интересно, они готовы садиться всему этому, в том числе, я не знаю, перспективы выделения участка под этот ков-орган технопарк и так далее. То есть, есть поддержка со стороны региональных властей вот этим всем вашим влияниям? Поддержка есть. Главное, во-первых, у нас, чтобы не мешали, в первую очередь, с точки зрения выделения... Все, в принципе, они поддерживают. Они говорят, выбирайте землю, где надо, там, землю дадим, т.д. и т.п. Ну, понятно, что технопарк, это львиная доля затрат, это все-таки не земля, все, что там уже над землей появится. Ну, к этому придем. Мне кажется, я просто хотел ответить все-таки на вопрос, который задавали Миша, но он от него как-то мягко ушел. То есть, почему? Вот, как бы, не буду всех причин, их там десятки, можно долго разговаривать. Одна из них, как мне всегда казалось, это близость Москвы и такая условная близость Питера. Ну, то есть, если мы там за два часа в Москве и за четыре часа в Питере, то, в принципе, уровнем с дельтой зарплат логично как бы молодому и активному пассионарию быстренько поехать там и сделать все это там. Да, я, в принципе, размышлял, что вот все наши беды, как раз вот, ну, и плюсы региона и минусы, да, они вот в этом расположении, на этом трафике. Но с тех пор, как я, в принципе, занимаюсь там своими бизнесами, в корпорации, вот сейчас мы занимаемся инновациями, фактически уже там не один год, но я вижу, что, на самом деле, огромное количество людей, которые, ну, инициативных, предпринимчивых, которые что-то продолжают делать, и вопрос, почему они не охвачены, мы его, наверное, не будем там... Нам надо всем и работать над этим. Да, на самом деле, да, надо просто, чтобы они все это услышали и поверили, как правильно еще Михаил сказал, потому что вот у нас давечий человек, да, который говорит, вот, Сколково, заявка, все, пятый раз, ну, неинтересно, не понимаем почему, но мы это тоже будем отрабатывать. Просто хотел бы позвать всех этих ребят, так или иначе, у нас там бизнес-завтраки проходят, еще какие-то мероприятия, в конце концов, телеграм-канал, мы хотим увидеть вообще всех, кто что-то предпринимает, и помочь, собственно говоря, им познакомиться, да, научиться чему-то самому и разобраться с ними во всей этой истории со Сколково. Эфир у нас все подошел к концу, чтобы люди еще раз разобрались и получше приглашаю еще раз, будем разъяснять, чтобы нас услышали, чтобы кто-то намалился с попыткой номер пять, с попыткой номер шесть, все-таки у него получилось. Спасибо большое, уважаемые гости, дорогие предприниматели, вы слышали, есть все-таки эти люди, которые вам готовы помочь в реализации ваших стартапов, и это касается как студентов, так и людей более зрелого возраста. Главное, чтобы это было действительно что-то полезное, что-то новое, и что-то, что можно превратить в какую-то реальную коммерцию, потому что без этого бизнеса не будет. Спасибо большое, это была программа «Тема дня», до новых встреч!